Еще одна зарисовка, тоже про визуальное повествование. Это открывает открытие нашей первой темы. Я живу на демонстрации, там на углу Дмитрия Ульянова. И в нашем доме, где-то полгода назад, открыли TikTok House. И сегодня я грузил что-то в машину, в штурсах, растянутый, вот это вот, ну как у себя дома. И я знаю, где чьи машины стоят. И у нас стоит красивая X6, черная, очень красивого, спортивного вида. Я знаю мужика, который ее и владеет. Мы с ним иногда, он меня однажды вытаскивал из ямы. В общем, возле этой тачки стоит молодой парень. И его снимает другой друг, его. Ну вот как вам сказать, ну давайте сейчас я вам покажу, чтобы было прям красиво. BMW X6. BMW X6. Ну вот, в принципе, наверное, да. Такое, что-то. А можно прям вот картинку мне? Ну да, наверное, да. BMW X6. Ну вот что-то такое примерно стоит. И вот он стоит, значит, такой и говорит. А я прям такой замедлился и слушаю, что вот он толкает. Он говорит, мои друзья не верили в то, что я смогу добиться успеха блогингом. Я долго... Прям стоит, он не трогая, не касаясь ее, но снимается на ее фоне. Я долго шел к этому. Мои друзья говорили, что мне не получится. Но я верил в себя. И ты тоже сможешь. Что ты хочешь достичь блогингом? Ты хочешь купить машину своей мечты? Ты хочешь иметь модную одежду? А у него, ну как-то, ну одет, там, видимо, как-то, наверное, по-модному. Я смог купить машину своей мечты со своего первого рекламного контракта. Поэтому ты должен записаться на... Ну и как-то дальше про мой курс, там, вот, курс, тиктокинг и так далее. Вот если смотреть на эту картинку вот так вот визуально, молодой человек, красивый, в модном, значит, обвесе, на фоне X6. Какой вывод можно сделать по этой картинке? Конечно же, большинство людей, которые посмотрят на это без моей вот этой вот ироничной... Они интуитивно скажут, ну, даже они говорить себе об этом не будут. Они подумают, о, он купил себе X6, типа, даже не важно, что она там, что какая она, там, шестая, десятая, крутая тачка. А она еще, ну, знаете, во дворе есть люди, у которых тачки, ну, пыльные, там, не знаю, стоит у нас Escalade, там, сколько, 12 сейчас миллионов стоит. Ну, он пыльный, он грязный, он приехал там с деревни, и он грязный. А эта чистая стоит. И вот она чистая, сверкает, еще так красиво там солнышко, и вот он на ее фоне стоит. Картинка, которую запечатлевают эти люди на своем YouTube, TikTok и так далее, это в каком-то смысле обман. Но если поставить его там перед судом и сказать, ты почему врешь людям, что ты купил X6? Он скажет, в смысле, я ничего такого не говорил. Я нигде ни разу не сказал, что это мой автомобиль. Это просто стоит, я же снимаю во дворе, фоном стоит автомобиль, и это не мой, я не знаю, чей он, какая разница. То есть словами вранья не было, фактически вранья не было, но вранье было. И это одно из свойств визуального повествования, которое, с одной стороны, говорит, что понимать это сейчас важно, ну, чтобы себя, как бы тебя не дали обмануть, чтобы других обманывать. Если очень хочется, оно, конечно, делать так не нужно. Ну вот, потому что потом, когда люди думают об этом, они думают, нет, ну, конечно же, он ее не купил. То есть эта вещь работает, она не новая, она была всегда. Но сейчас появились инструменты и слова, чтобы об этом как-то поговорить. Вот сегодня мы будем говорить про всякие приемы инструмента, чтобы визуально для людей что-то доносить. Я не буду сильно уходить в медийку и в манипуляции, но вот хочу вам показать один пример. Визуальное повествование. Мой первый тезис сегодня. Нормально слышно меня вот так, если, да? Почему сейчас об этом важно говорить и почему это визуальное повествование важнее иной раз, чем слова? Потому что люди верят своим глазам. Вот верят, прям вот конкретно верят. Представьте себе, что мы пришли куда? Ну, в Перекресток, например. А у какого магазина есть вот это, инспекторы свежести? Пришли мы в пятерочку и подошли мы к банановому вот этому, там где бананы. И вот представьте, что вот в пятерочке лежат эти бананы. Ну и так как это просто большой магазин, где куча всего происходит, какое-то количество бананов будет там, ну, гнилое там, не очень свежее. Ну, какое-то количество будет. Они там вряд ли будут прямо, там их будет много, но вот где-то в каком-то месте они будут. Вот так мы видим этот стенд издалека. Вот мы в реальности, да? Что сделает любой нормальный вменяемый человек, который пришел в пятерочку за свежими бананами? Он подходит, например, там вот сюда, говорит, ну, это не свежее. И что он дальше делает? Он идет куда-то еще и берет свежее. Ну, нормальный человек, да? Журналисты есть в зале? Что вы сделаете, оказавшись вот здесь? И, больше того, вы сфоткаете не просто это, вы сфоткаете в таком ракурсе, чтобы в кадр... Ну, мы знаем, да, что вот перспектива, и можно поймать, в принципе, любой ракурс. Вы сфоткаете так, если вы журналист, который, в общем-то, знает свое дело и свой хлеб, вы сфоткаете что-то, вот такой ракурс, чтобы в кадр попала вот эта вот табличка, там нам инспектор по свежести, сейчас я крупно сделаю, свежести, там, одобряя. Ну, я не знаю, как там у них по-русски это написано, но вот как-то так, да? И вы сфоткаете вот так, ну, вот примерно вот так. Что нам говорит эта картинка? Вранье. Вранье, вообще, как бы, а, как можно, да? Просто лицемерие, жесть, кошмар, ужас, вообще нельзя так делать. Но если ты просто придешь как покупатель, ты скажешь, ну, бывает и такое, пойдешь и возьмешь свежее. То есть реальность примерно вот такая. Картинка примерно вот такая. Но можно же другую картинку показать, можно же и вот такую картинку показать, можно и вот такую картинку, в общем-то, показать, ну, смотря как ты там поставишь кадр и так далее. Представьте другую, вот я сейчас на вас смотрю, у нас там примерно сейчас 30-35 человек, да? 35 человек каждую секунду меняются в лице. Кто-то скучает, кто-то зевнул, сейчас вот тоже кто-то зевнете, да? Кто-то в телефончик, кто-то порадовался, да? И вот если 35 камер направить на вас и фотографировать вас хотя бы раз в секунду, сколько получится? 35 кадров в секунду, помножьте на полтора часа. Смогу ли я, например, из этого массива картинок выбрать лица с отвращением? Я вам какашку покажу сейчас там на экране. Смогу, да. Сенсация. Московский спикер Ильяхов довел до отвращения, до добропочтенную тульскую публику, да? Смогу ли я выбрать в кадр, где вы радуетесь, смеетесь, вам все нравится? Тоже смогу, никаких проблем. Где-то я совру? Нет, нигде. Вот фотография, вот вы, вы были. Все, печать, подпись, свет. Нет, фотошоп даже не нужен, да? Но из-за того, что мир сложный, многомерный, растягивается во времени, а картинка простая, плоская, запечатлена в один момент времени, и показывает какой-то вот маленький кусочек реальности. То есть вот реальность типа была вот такой, а мы показали ее вот так, да, ну или вот так. И из-за того, что картинка вот такая ограниченная, это изначально вранье. Вот просто принципиально, ну, по крайней мере, хорошо, это не вранье, это маленькая часть правды, да? Но вместе с тем, почему мой первый тезис «Люди верят своим глазам», у нас нет привычки анализировать, а что было за секунду до, а что было за секунду и после, а что, ну, вот, смотря на картинку, вот на эту картинку, мы мгновенно делаем выводы, например, что в пятерочке некачественные, неправильные продукты, ходить туда не надо. И даже если наш предыдущий опыт этому противоречит, мы были в пятерочке, мы там покупали нормальные бананы, не было никаких проблем. То теперь, говорят, в турской пятерочке началась повальная, не знаю, порча бананов. Из-за того, что мы склонны верить своим глазам, мы склонны быстро делать выводы на основании того, что мы видим, у нас так визуальная система заточена. Мы, в принципе, очень визуальные существа, самые, ну, одни из самых визуальных в мире. У нас от визуального центра идет, ну, типа, прямая дорога до центра обработки визуальной информации, но также у нас в мозге есть часть, которая, например, отвечает за обработку мимических выражения лица других людей. И это вот я сейчас вам примерно нарисую, это очень будет грубо, но просто интересно. Это все про то, насколько мы визуальны и почему это важно. Представьте, вот глазик, ну, глазик, да, от него идут, ну, как мы думаем, идет нерв, типа, да, и тут вот мозг, и где-то в мозгу, там, в этой вот задней области, визуальный обработчик, часть, которая в первую очередь отвечает за первичную обработку. Да, но еще у него есть отросток, который идет сюда, в цингулярную кору, который отвечает за определение выражения лица другого человека. Прямая отдельная, как бы, дорога, частная дорога от оптического нерва, слепые люди, у которых вот эта часть убита, не работает, и глаза видят физически, мозг не умеет обрабатывать информацию. Показываешь им изображение человека, который улыбается, они улыбаются в ответ. Потому что вот эта часть уничтожена, вот эта, да, вот ее нет, а эта часть есть. И человек улыбается в ответ, он не видит лицо, он не понимает, почему он улыбается, но он улыбается в ответ, потому что он видит. Мы супервизуальны, поэтому все, что мы видим, у нас просто пролетает сквозь любые критические оценки. Хорошо, давайте, опять же, в качестве примера. Если ты будешь снимать веселые тиктоки, через год ты купишь машину за... Сколько их шестая сейчас? За десятку, например. За 10 миллионов. Когда мы смотрим на это как текст, мы начинаем думать. Так, это сколько? Это 9... 900... Сколько? 9... Сколько это миллионов в год? 900 тысяч там с копейками в год нужно... В месяц нужно зарабатывать в течение года. Это сколько нужно продать рекламных размещений. Это значит, сколько нужно привлекать. То есть ты начинаешь считать и очень быстро понимаешь, что это нереально. Ну, то есть просто это бред. Ну, помните, с чего я начал? С тиктокера, который снимается возле X6. Когда ты стоишь возле X6, и машина здесь миллионов, и снимаешь тикток, глаз такой сразу оп-оп-оп, он станет таким. Люди, правда, верят. И мы иной раз можем донести то, ради чего мы пришли общаться с людьми, только картинками. Вот прям нарисовать хорошие картинки, и люди все поймут. Поймут так, как нам нужно. И даже если это будет немного бредово, все равно все поймут так, как нужно. Так, как нам нужно было. Ну, классика здесь... Как вы думаете, сколько акций торгуются на бирже в мире? Ну, хотя бы порядок. Тысяч? Ну, миллионы, наверное, точно. Я имею в виду, нет, не единицы акций, не лотов, а компании, которые торгуются на бирже. Ну, сотни тысяч точно, да? Из сотен тысяч можно ли сказать, что мы найдем пяток акций, которые вот сегодня подросли, или за неделю подросли? Ну, однозначно. Из ста тысяч можно найти там такую, которая в 10 раз выросла, а можно ту, которая в 10 раз упала. И вот у тебя есть, значит, список из ста тысяч акций в базе данных, из ста тысяч компаний. И тебе нужно нарисовать график, что акции будут расти. Что ты не найдешь? Давай, хорошо, пример. Одна компания, дурацкая, хочет показать, что они торгуют крутыми акциями, которые будут расти. Но они думают, что надо показывать крутые бренды. И они берут, например, бренд Аэрофлот. Представим, что это бренд, что это Аэрофлот. Я не знаю, как выглядит. Предположим. И, допустим, они говорят, Аэрофлот, вот у нас продается, ты любишь Аэрофлот, ты патриот. О, УАЗ-патриот. Вот, УАЗ. Это будет УАЗ. Это Мазда. Ладно, это УАЗ. Хорошо. Вот, типа, это уральский автомобильный завод. Вот, типа, инвестируй, и наши российские технологии будут расти, думают они. И первое время какое-то акции действительно растут, 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 растут. Потом, случается 24 февраля, происходит вот это. Какой вывод человек делает, смотря на этот график? Надо инвестировать? Нет, вообще, типа, к черту. И тот, кто это придумал, говорит, нет, что-то я не так сделал. Моя идея была сказать, что все будет расти, а оно говорит что-то нечто другое. Что я должен здесь сделать? Нарисовать другой график. Ну, то есть, взять, ну, смысле, не нарисовать другой график УАЗу. В принципе, это можно было. Ну, типа, данные обновляются регулярно. Раз в квартал. Вот, типа, тут 22 февраля, акция, биржа была, там было самое второе. Все, пацаны, все хорошо. Можно было так сделать. Убеждает это, что акции растут? Да. Ну, типа, если ты в этом неопытный, а это рассчитано только на неопытных людей, вполне убеждает. Тинькофф инвестиции так раскрутились, в общем-то, изначально. Знаете, да, типа, приложуха, чтобы торговать, чтобы потерять свои деньги на акции. Вот растет он, да? Да, растет. Потом ты понимаешь, что вот этот вот спад тебе не нужен, ты берешь из сотен тысяч акций, которые торгуются на биржах, находишь ту, которая здесь там вот так сделала и пошла дальше. Все, и у тебя визуальное повествование, там какая-то уже другая компания пошла, ну и, соответственно, продолжает расти. Из сотен тысяч мы всегда это найдем. И если тебе нужно найти 10 таких примеров, что ты из сотен тысяч не найдешь, найдешь. И это визуальное повествование. Ты заходишь, и тебе говорят, УАЗ плюс 30% год к году, да, там, какой-нибудь МАЗ плюс 25%, твои деньги вырастут, говорят они тебе, они врут хоть в чем-то. Нет, ни в чем не врут, действительно, вот данные, вот акции, вот было столько, стало столько. Но за счет отбора и визуализации они как бы скрывают то неприятное, что, ну, они скрывают то, что невозможно показать, и они показывают это в своих интересах. Понятна эта мысль? То есть мы берем сложный, многомерный, развивающийся в 3D мир и выбираем из него то, что помогает нам рассказать нашу историю, какой бы она ни была, за своих, за чужих, хорошую, плохую, честную, вранье, неважно, это как бы ваша ответственность, какую вы историю выбираете рассказать. Но мы берем из этого мира то, что нужно визуализировать, оп, и в продакшн, и получилось, получился рассказ, который нам нужен. Как этого достичь? Два, ну, как бы, два столпа. Первый столб – это диагональное чтение, и второй – это, как бы, одним словом, это иллюстрирование. Но оно разделяется на вот этих пацанов. В смысле, иллюстрирование состоит из вот этих уровней. Начнем с диагонального чтения. Здесь все супер просто. Человек ленивый. В принципе, всегда, и вы тоже, и я тоже. Мы все ленивые. Не в смысле, что это плохо, а в смысле, что мы не любим читать и тратить время, и тратить силы там, где это можно сэкономить. Ну, вот кто на автомате ездит? Почему вы на автомате ездите? Вы что, ленивые? Да, ну, и нормально, потому что так удобнее. Когда мы смотрим, видим перед собой любой текст, наш глаз в первую очередь оценивает его объем, сложность, как его читать, что здесь читать в первую очередь, надо ли вообще его читать. Пример. Берем. Вы простите меня, если рассказ звучит сбивчиво, просто это моя самая любимая вот тема, то, что я прям люблю, то, что меня заводит, то, что я считаю сейчас самым важным. Поэтому мне вот здесь all over the place, как говорится. Вот перед вами раз, и, например, ну, так давайте скажем. Будем читать в таком виде. Ну, такое. Хотя тут немного, тут текста-то 3 копейки. Мы это прочитаем за меньше, чем 15 секунд. А так? Ну, так уже чуть больше шансов. Все равно не очень, но выбирая между этим и этим, так, как будто бы чуть лучше. Почему? Потому что два блока. И как будто бы уже не один большой длинный сложный текст, который нужно вот так читать, а как будто бы два коротких. Людям не хочется читать один длинный сложный, но можно прочитать два коротких. А если здесь написано, например, как стать миллионером, снимая тик-токи. А так? Что мы узнали из этого текста? Хорошо, хорошо, хорошо. Как не стать миллионером? Что мы узнали об этих черточках текста только что? Мы узнали тему их, да, что, оказывается, у этих двух абзацев есть некая объединяющая тема. И, кстати, одно из... Ну, это было бы не оскорбительно, 10 лет назад сейчас уже оскорбительно, но, оскорблю, провинциальная журналистика отличается тем, что здесь будет написано... Что не так с заголовком? Абсолютно верно. То есть, вот в какой ситуации этот заголовок зайдет? Значит, ты едешь в «Ласточке» или ты поехал в Калугу, сел в самолет и летишь в Ереван, например. И вот ты летишь, тебе нечем заняться ближайшие полтора-два часа, «Ласточка» летит, и ты, значит, открываешь газету. Тебе нечем заняться, Wi-Fi не ловит, ничего не работает, еда закончилась, пиво закончилось. Тебе осталось только читать вот это. И тогда это зайдет. Ну, то есть, это зайдет буквально под пиво. Никаких проблем. Точно так же, как художественная литература может зайти. Ну, в принципе, тебе от этого некуда деться. Другое дело, что можно же еще так сделать. Подлинная история блогинга, рассказанная топовым автором России начала 2000-х и его мамой. Ну, что-то такое, да? И давайте как-то заразумимся. Вы заметьте, я не менял размер, я не менял вот этот мелкий текст. А так? Да. При том, что вот что это, плохой текст? Да нет, интересный, клевый, тут что-то всякие подробности, смешно. Но за счет того, что этот текст больше не выглядит как нечто более простое, чем вот это остальное, все, уже шанса на прочтение заметно меньше. Наш глаз вот своим этим супер мощным визуальным центром очень быстро определяет, куда ему смотреть. И умные авторы, которые это просекли, они дают ему, куда смотреть. Что делают не очень умные авторы? Они делают, ну, вот эти вот, там, дальние дали. Глаз прочитал это, понял, что я не понимаю, о чем это, и делает вывод, что ему это не нужно и не интересно. Автор на что рассчитывал? Что, прочитав этот заголовок, читатель пойдет читать вот это. Расчет, скорее всего, не оправдался. Результат, текст не прочитан. Что дальше? Вот мы дали человеку заголовок. Что мы еще можем сделать, чтобы глазу было за что зацепиться? Вот заголовки, абсолютно верно. Я это много где рассказываю, это, ну, такое, как бы, вообще принятое. Можно сюда добавить. Как стать, а, как не стать миллионером. Проблемы тиктоком. Ну, там, что-то такое. Раз. Сколько можно заработать. Ну, я что-то такое. Как теперь глаз пройдет по вот этой вот истории? Ну, да, заголовок, подзаголовки и так далее. Отсюда очень простое правило. Оно прямо, на самом деле, золотое. Очень простое, но мало кто им следует. Правило такое. Подзаголовки и заголовок должны нести самостоятельный смысл. И не быть противоречивыми. То есть, связка заголовок и подзаголовки должны читателю что-то сказать. Не обязательно складывать это в предложение. Но, если я пишу, например, как арендовать рабочее место в Туле. Какие вот можно подзаголовки... Давайте я напишу первый подзаголовок, а вы мне напишите все остальные. В привокзальном районе. Следующий подзаг будет какой? В Мясного. Следующий какой будет? В Пролетарке. И так далее, да. А если я вам напишу, например... Ну, цены... Давайте последний напишу. Сколько это стоит? Предыдущий какой будет? Например, ну, просто любую предложить. Где есть места? Предыдущий. Что еще раз? Да, на что можно по площади рассчитывать? И предыдущий из этого... Зачем это делать, например? Бредово? Нет, нормально, логично. Как бы одно за другое, третье. Хорошо, давайте еще последнее. Ну, что я люблю? Я люблю Angel 8, например. Новое меню Angel 8. Знаете, да, это место? На ликерке. Хорошее, вкусное место. Второй заголовок. И тут внезапно... Вот теперь начался бред. Хорошо, давайте вот реальный кейс недавно из моей работы. Как подключить интегра... Как настроить интеграцию... Ну, я-то не буду еще сточнять. Там чего-то одного и второго. Наоборот, сюда. Икс и Игрек. Ну, и под заголовки. Те требования. Как это сделать? Как настроить? Решение проблем. И тут вдруг... Нормально, видно еще? Да? Ой! Немножко бредово. Слегка. Это очень простая вещь, на самом деле. Вот ты написал заголовок. Посмотри, что у тебя в подзаголовках. И если у тебя там все вот складно, ладенько и хорошо... Супер. Если у тебя там вдруг повествование повело в сторону, и стало совсем... Ну, вот как будто бы бредован у этих подзаголовков, надо что-то сделать. Либо переформулировать заголовок, либо убрать этот кусок. Допустим, хорошо. Чем заняться в Ясной или на Ясной поляне? В Ясной поляне. В июне 2022-го. Ну, просто в июне. Сейчас все понятно. И там, например, фестиваль такой-то, выставка такая-то, экскурсии такие-то, и внезапно... Почему очень важно за этим проследить, даже не залезая в визуализации, в иллюстрации и так далее? К сожалению, часто мы думаем, у нас есть такое представление. Особенно, когда мы сами рожаем этот текст из себя, вот как бы исторгаем и прям работаем над ним, нам кажется, что люди будут его читать так же, как мы его писали. А писали мы его подряд, следовательно, и читать его люди будут как будто бы подряд. Мы же не писали его вот так, да? Мы писали его трын-трын-трын сверху вниз, слева-направо. И вот в этом линейном написании нам кажется, что экскурсия по дому-музею Льва Николаевича очень логично перетекает в наследие Льва Николаевича. Вот нам в этот момент, в момент написания этой статьи, кажется, что это прямо вот одно-другое должно продолжать. И мы это пишем, и мы критически не оцениваем, что вот так вот издалека это выглядит слегка бредово. И, следовательно, нужно что-то сделать, например, убрать этот раздел. Или склеить его, или поставить его на какой-нибудь цветной фон. Ну, давайте сейчас покажу. что, чем. Соглавное там, нет? Да. В июне. Ну, и здесь там фестиваль. Такой-то. Давайте, хорошо, экскурсия. А здесь напишу первым пунктом. Дом-музей Льва Николаевича. Здесь наследие Льва Николаевича. Очевидно, что вот этот блок здесь не должен быть. Но мы же не просто текст пишем, у нас еще есть дизайнерские разные инструменты. Берем и давайте не будем есть желтый снег. Вот так сделаем. Видно? Что нам говорит сия желтая плашка? Некая вставка, смысловая. То есть, вот там и дальше пошло что-то другое. Какое-то продолжение текста серое продолжается. Следующий подзаголовок и так далее. А вот это некое отступление. Как мы это понимаем? По желтой плашке нам подсказало, как там нужно серый сделать, ради бога. Просто вот мы на это обратили внимание. Можно даже было вот так сделать, смотрите. Ну, там еще вот так, например. Подчеркнув, как бы, что это... Ну, что-то другое. Из другого теста немножко сделано. Видно, что из другого? Видно. Ну, оно как бы уже не так заметно, с плашкой было чуть лучше, но принцип такой, что вот мы по диагонали читаем, смотрим на этот текст и нам становится видно, что здесь нужно, что не нужно. Это очень важная привычка сейчас. Оценивать что угодно, что длиннее трех абзацев на предмет диагонального чтения, чтобы читатель имел возможность проскакать по заголовкам, по подзаголовкам, по акцентным, ярким элементам, по выделениям жирным, по каким-то, может быть, цитатам, по каким-то фотографиям, иллюстрациям, подписям, так, чтобы он проскочив, понял то, что нам нужно. Ну, в инструкциях это легко. Как сделать там что-то? Шаг первый, шаг второй, ну и там что-то подключить, подключение одного, запуск второго. То есть легко, очевидно и нейтрально. Вот в более сложных вещах там уже начинается эта проблема, что начинаются лирические отступления. Кстати, о, если вы дочитали до этого места. Ради всего святого, перепроверяйте акценты. Вот, давайте поговорим про иллюстрирование. Значит, что есть иллюстрирование, чем оно отличается от просто картинок. Значит, если я просто покажу вам на экране изображение автомобиля или загуглю, например, вот это вот векторное нечто, вот просто, пока что без контекста непонятно, что я имел в виду. Это клуб шагальщиков по лестницам в горах? Или это какая-то метафора успеха? Или это портфолио иллюстратора? Это мне предлагают купить? Или это БУ? Или это про ремонт? Или это про их разыскивает полиция? Мы пока не знаем. Пока что это просто набор пикселей, это картинка. Часто люди, когда делают всякие статьи, руководство, промо там и так далее, они думают, что им нужно в текст поставить картинку, чтобы разбавить свой текст. Ну, типа, я пишу статью про успех в бизнесе. И я написал там 50 абзацев. Мне нужно, чтобы эти абзацы более-менее как-то можно было. Я иду в гугл, пишу бизнес-сексес, нажимаю enter, захожу в картинки и выбираю вот этого мужика, который забрался на гору в одном пиджаке. Крутой? Ну, круто же, успех же. Я считаю, что это абсолютно успех. И ставлю вот эту вот фотографию этого мужика на вершине горы. И я думаю, как автор, что я проиллюстрировал статью. На самом деле, нет. Я просто поставил какую-то картинку. Какую-то. С тем же успехом я мог вкрутить туда рекламный баннер. Ну, мне бы еще за показ каких-то картинок давали бы деньги. Но если вы читали любое, там, типа, коммерсант, РПК, что угодно, вы читаете, и там вдруг на вас начинают кричать, типа, элитное жилье в центре Тулы, тра-та-та-та-та, купи прямо сейчас. А, ну, дальше про экономику читаем, там, отмена, кризис. То есть, просто разбавить можно в целом. Просто оно ничему не помогает. Вот эта вот разбавляющая картинка имеет примерно такую же ценность, как вот этот баннер, который посреди статьи вас отвлекает. Но, правда, в защиту баннеров надо сказать, что баннеры выводятся на основании ваших потребностей. То есть, если вы, например, искали садовую лейку позавчера и забыли ее купить, а зон запомнил, и теперь, когда вы читаете про экономический кризис, он такой, кстати, в садовой лейке, нате. Ты думаешь, блин, вот что я читаю про экономический кризис, у меня же там помидоры не политы. Пойду, куплю лейку. Идешь, покупаешь лейку, это гениально, потому что тебе показали то, что тебе на самом деле нужно в статье, которая тебе на самом деле не нужна. И это круто. Но это круто, когда это делает рекламная сеть. Когда это делает сам автор и ставит вот эти вот абстрактные, вот особенно вот мужик опять мацает экран с твоей стороны, видите, и стрелочки пальцами типа дорисует. У меня ребенок так делает, я его сажаю на окно, и он так... Машина так изображает. И вот он... Это не иллюстрация, это просто какое-то изображение. Особенность вот этих изображений из Гугла в том, что мы, когда на них смотрим, мы, в принципе, из-за того, что другие люди над ними долго работали, мы можем примерно предположить, что имелось в виду. Типа какую метафору нам хотели сообщить. Но вот здесь что хотели сообщить? Что-то растет. Да. Какой-то успех. Давайте прямо это запишем. Что-то растет. А, давайте так. Что-то растет. Какой-то успех. И какой-то мужик, да? Вот примерно, да, вы правильно описали содержание этой картинки. Давайте я прям ровненько подгоню, чтобы мы понимали проблему этой иллюстрации. Что ее информативность, то есть если бы этой картинки не было, а на ее месте был бы вот такой текст, было бы то же самое. Ну и плюс это еще бы сработало лучше, потому что это свежо. Да? Ну типа такого мы обычно не видим. Хотя было бы, наверное, прикольно. То есть по информативности вот это эквивалентно вот этому. Хотя тут старались там фотошопили, что-то там стрелочки, бличочки. Понятно, да? Старались со всех сил. Так вот иллюстрация, вот прям нормальная, что такое иллюстрация? Это когда мы берем и с помощью каких-то визуальных средств рассказываем нашу историю, то есть то, ради чего мы куда-то идем. Например, вот мы едем, хотим на отдых на Мальдивах. Там, где вот эти домики, в море уходят, да? Вот это иллюстрация отдыха на Мальдивах. Прям, да, по-настоящему. Или мы хотим на Ясную Поляну. Ну вот, вполне себе. Ну это вот, это же у нас дом, да? И усадьба, правильно? А вот это вот что-то пристроили, нет? Это какая-то пристройка. Ну ладно, веранда. А ее сейчас нет, да, наверное? Не знаю. Есть она, да? Последний раз был. Не заметил. Ладно. Вот это иллюстрация Ясной Поляны. И когда ты туда приедешь, ты увидишь это. Ну правда, с другой стороны, если ты не пойдешь в усадьбу и пойдешь туда гулять в поля, ты увидишь поля, леса, луга, вот эту вот рощу прекрасную. Но это тоже одна из иллюстраций Ясной Поляны. Можно ли поставить эту картинку просто типа Тула, центр русского туризма? В целом можно. Ну как бы поставить картинку можно. Просто она не будет ничего рассказывать. Но если мы говорим, приезжайте в Ясную Поляну, погуляйте возле усадьбы особняка и зайдите в особняк Толстого и посмотрите, как он жил там и пугал детей, это да, это вот типа оно, это иллюстрация. Почему? Если я пытаюсь подобрать картинку к понятию успех, ну типа нет. это просто какие-то иллюстрации на тему. Но если я хочу показать, например, успех российского автопрома. Ну, величие, величие, ну то есть красиво, форма, все винтажно, выглядит классно, да? Классно. Это прям вот настоящая иллюстрация. То есть разница вот в чем. Картинка может обозначать все, что угодно и как правило она обозначает мало что и ее можно поставить к чему угодно. Иллюстрация берет конкретное то, ради чего мы сюда пришли и предъявляет мне это. Иллюстрации можно сделать вот такими способами. Фотография с решетами и инфографикой, схемами и текстом. Кратенько пройдемся, когда что нужно делать. Значит, допустим, мы рассказываем о чем-то, что можно потрогать, подержать в руках, побыть там, физическое, что-то в физическом мире. Места, товары, настоящие продукты в физическом мире. И еще плюс к этому, оно должно быть красивым. Ну, то есть давайте сейчас, чтобы никого не обижать. Анатолий Вассерман. Вассерман очень характерный. Он не сказать, что прям красивый, но он очень характерный. И если нам нужно проиллюстрировать, как носить с собой много полезных и нужных вещей постоянно с собой, вот такая иллюстрация, просто супер. Но если нам нужно проиллюстрировать просто какую-то его умную мысль, нам достаточно вот посюда его так показать и все. И все будет нормально. То есть это история о том, что не обязательно прям вот показывать это во всем неприглядном его виде. Обычно иллюстрируют то, что красиво, физически можно потрогать и прийти. Если мне нужно проиллюстрировать мою вот здесь лекцию, не самый лучший способ показать фото, потому что что мы сейчас увидим на фото? Ну вот я что вижу? 35 человек сидят на меня смотрят. Если это сейчас сфоткаю и выложу, типа приходите ко мне на лекцию на октаву, ну типа и что? Сидим. Неинтересно. Я с этой проблемой столкнулся, я вел курс типа трехдневный, всем дико зашло, всем супер понравилось, я позвал фотографа, типа чувак, приходи, отсними. Он пришел в первый день и отснял. А это, знаете, первый день вечер, там после обеда все разморенные такие, там еще свет такой, знаете, сверху падает, тут всех черные глазники, ну типа полная жесть. Я говорю, не, братан, так не подойдет. Приходи нормально, бери вспышку и я тебе покажу, как надо делать. И мы сделали вот такую историю. Это был как раз день, когда я им рассказывал про визуализацию. И говорю, сейчас мы с вами сделаем мастер-класс по визуализации. Значит, сейчас я встану возле доски и открою какой-нибудь характерный слайд. Простите, а можно вот оттуда взять зелененькую, там ее нет, это я как бы, что я сказал. Можно вот эту пальму зеленую взять и оттуда сюда поставить. Зачем? Чтобы в углу кадра было эко. Видите эко? Что вам еще надо? Это эко. Но потому что это бомжатник какой-то, да, без эко. А эко это лофт, да? Идем дальше. Там пришел чувак, он там подошел ко мне проконсультировать. Я говорю, стой, замри, давай ноут свой, давай поднимем. Ага, ага. Стасиан, можно типа сфоткать, как я тебя его консультирую? Так замри, сделай умное лицо, снял? Все, что тебе надо, рассказывай. То есть это специальная постановочная фотография, на которой изображено что? Что я консультирую его лично, персонально. Специально сделал, как бы показал этот процесс. Как это в жизни выглядело? Закрытые ноутбуки, я смотрю на него, он смотрит на меня, я на него, он на меня. И мы, искаженные лица, потому что когда ты говоришь, у тебя искаженное лицо. Специально сделанная фотография. Ну и дальше вот то же самое здесь. Тоже постановочная фотография. Парни, можете встать на секундочку здесь за барной стойкой? Нам нужно проиллюстрировать неформальное общение в перерывах. Потому что как выглядит неформальное общение в перерывах? Все стоят с сигаретами, с искаженными лицами, то, что ты говоришь. У курильщиков обычно здесь все сморщено, ну потому что противно курить. И вот ты стоишь вот это вот чудовище, да, вот такое. Вот так, блин, неформальное общение. А тут вот, пожалуйста, чакупай даже лежат. Дети чакупай. Это было еще в довоенное время было вот такое лакомство такое. А это дистанционное участие. Я специально попросил... Что такое, ну кто в зуме? Это, кстати, год еще, когда в зуме зума не было еще. В помине. Я попросил Риту причесаться, это наша сотрудница была, причесаться, надеть воротниче... Ну что-то приличное. Надеть, сесть напротив белой стены, потому что, ну кто смотрел на свой фон в зуме? Ну там коты, мужья в трусах, там розетки, ну понятно, да? Говорю, Ритуль, сядь, пожалуйста, на фоне белой стены, выйди, включи камеру, мы тебя сфоткаем и отпустим. И типа можно живот распустить, ну как обычно на фото бывает. Все, сфоткали, а теперь заметьте, вот на кого я на этой фотке смотрю? А на самом деле? Да, я смотрю на... Вот если бы я так фотографировался, я смотрел на окно. То есть вот, видите, мое лицо вот так же, как здесь, только оно смотрит мимо. Как надо посмотреть на экран? Офигенная фотка, да? Вот просто супер, да? А как бы я по-настоящему смотрел на экран? Вот так. Тоже офигенная фотография, да? Не работает. И вот все здесь, это специально вывели туда, и так далее. Все, ну и конечно же, нужно было обняться с Мишуренко обязательно. История в том, что когда фотограф нормальный, профессиональный, знает свое дело, он видит в кадре, что получается говно. И говорит, слушай, получается говно, давай сделаем нормально. Давай ты вот здесь втянешь живот, давай мы тебе здесь подмажем твои круги под глазами, давай мы там бумажки уберем, давай мы сюда цветок припрем какой-нибудь. И нормальный фотограф, знаете, как Airbnb фотографы работают? Знаете? Короче, в военное время был сервис Airbnb. Мы туда платили деньги, чтобы нам давали пожить в чужих домах с разрешения хозяев. Как выглядит ваш дом, вы знаете. И когда вы в нем живете, все поверхности припорашиваются вещами. Ну, мелким слоем, типа в одну вещь. И вы всегда знаете, что где. Но если вы сегодня придете домой сфоткаете, вы скажете, господи, в каком сраче я живу. Фотограф Airbnb приходит в вашу квартиру, чтобы ее сдавать. С цветными подушками, килограмм апельсинов и корзиной. В корзину сгребается все барахло, которым присыпаны ваши поверхности. Тряпочкой протирается все от пыли. Кладется яркая подушечка, этот килограмм апельсинов высыпается в какую-нибудь емкость. Щелк. А, а в эту все барахло сгребается в корзину. Потом, значит, ты берешь корзину, переносишь в другой угол комнаты, ставишь и снимаешь теперь с этого ракурса. И так ты носишь эту корзину с барахлом за собой, чтобы в кадре не было барахла. Потому что, если вы сфоткаете свою квартиру, как она есть сейчас, получится объявление на Авито. Ну, знаете, вот эти, да? А в Airbnb хочется пожить. Вы были когда-нибудь в жилье под Airbnb? Крысятники просто хлев за 350 евро там в неделю, а на фотках просто лофт. Просто красота. А дохлая крыса это элемент декора. Ну, то есть, люди знают свое дело. Красиво освещают, сгребают барахло, прячут в корзину, фоткают, выгребают барахло обратно. Ну, барахло же надо где-то лежать, он же не может в этой корзине находиться. В этом дело, в этом проблем... Ой, елки-палки. В этом... Ну, что проблема? Хороший фотограф, ты его зовешь, он фоткает так, чтобы это выглядело хорошо. Они знают, это прям там целая наука, можно тут два часа говорить только про это. Я вам заготовил... Сейчас, saved messages. Когда вы увидите любую классную фотографию, знайте, если ее сделал профессионал, отстань. Было, стало. Видно, да? Еще раз. Ну, да. Было. Было. Это ретушу... Ну, а что, типа, да, они же все где-то идут рядышком. Кем делятся? Ну, 10 просто, да, да. Да. Да, 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 абсолютно верно. Конечно, конечно, да. Это я к тому, что, даже не обязательно иметь фотографов. Ну, типа, тут какой-то криворукий мужик сфотографировал свою даму сердца просто через, через одно место. Спасибо ретушеру, который исправил его грехи. Вот смотришь на эту фотографию и думаешь, я пришел к тебе на что? На шугаринг или как это там по-русски, да? Ну, типа, доверяю, а, ну, это бар, там, какой-то ресторан. А было вот так, да? То есть, умные, профессиональные люди, которые занимаются этим хорошо, они умеют делать красивую картинку, которая нам... Что нам рассказывает эта картинка, если бы это была, например, реклама бара? Наши администраторы и хостес рады видеть вас даже в нерабочее время. Еще у меня три фотоссылки сохранено. Но то, что женщины в основном это обман, это, я думаю, даже сами женщины подтвердят, да? Это вот, кстати, история про девчонку одна и та же, видите, да? Нет сомнений, да, что одна и та же девчонка. То есть, объект изображения один и тот же. Но если подчистить фон, подчистить вот это, да, вот какие-то пакеты, ну, слушайте, эко просто утонуло в монстерах максимально. И вот теперь эта картинка нам много чего рассказывает, много чего доказывает, что ее любят растения, животные, дети и вообще, кто только нет. Ну и последнее, моя любимая, это прям можно для октавы использовать, смотрите. Было, стало. Ну, красота. Алиса селезнела похоже чуть-чуть. Ну, я к тому, что когда мы работаем с фотографией, просто вот возьмите за правило, даже если вы сфотографировали сами, отдайте ретушеру, он замажет все то ужасное, из-за чего фотография выглядела плохо, а в идеале, что еще раз? В смысле, меня? А если вы не, ну, если у вас есть деньги, бюджет, и вам нужно что-то хорошо сфоткать, зовите нормального фотографа, который понимает, что такое диагональ, что такое свет, тень, контраст, как нарисовать объем, как сделать глубину, нормальные фотографы в этом разбираются. К сожалению, ну, вот по Туле ходят несколько отбитых фотографов свадебных, которые, ну, маньяки, они отрезают людям руки, они добавляют им подбородки, животы, но это, ну, как бы, особенность профессии, что не все компетентны, ну, в смысле, в любой профессии есть некомпетентные люди, но в целом, профессиональный фотограф умеет решать задачу, поэтому, когда ты ему говоришь, слушай, ну, вот у нас тут как бы не очень прибрано еще после ремонта, но сделай так, как будто все блестит, блестел, он говорит, не проблема, так сфоткает, то такой ракурс, такой свет, такая вспышка, что у тебя будет ощущение чистоты, красоты и кайф. Поэтому, кстати, одинаково это, что в айфонах, что в автосалонах, давайте айфоны покажем для обновления, вот у кого сейчас в руках телефоны, посмотрите, вот сейчас ничего не делая с телефоном, поверните его к себе экраном, посмотрите, вот возьмите, у кого были в руках желательно, потому что из кармана не счетово, я вам сейчас немножко сломаю мир, видите отпечатки пальцев на телефоне, да, представьте, что они не ваши, что это кто-то другой только что мацал телефон, вот это чувство брезгливости, это нормальная как бы физиологическая реакция, и это ровно та причина, по которой вы никогда не увидите на рекламе, например, тех же айфонов, нигде, никогда не увидите ни одной мацки, все будет абсолютно идеально вылизано, выхолощено, потому что профессионалы за очень большие деньги делают так, чтобы тут не было, вот, вот, у кого айфоны, часто у вас грань айфона так наполирована, без мац, да, потому что это все создает определенные ощущения премиальности, качества, лакширности, всего этого, и внутри, ну, почему там я айфон показал, внутри айфона всегда одна и та же примерно электроника, классный процессор, классная память, там экран, тыры-пыры, никого это уже сто лет как не волнует, что там у них внутри, людям нужен классный аксессуар, который будет блестеть, ты его потом наденешь в чехол и будешь его мацать со стороны экрана, и поэтому в рекламе никогда вы не увидите эти мацки, и в салонах Apple, как только клиент ушел, специально обученный продавец приходит и футболочкой, чтобы когда вы подошли, у вас не было чувства брезгливости. Окей, это фотография, тут все довольно легко. Дальше, а, простите, скриншоты. Тут есть два аспекта, первый про техническую часть, ну, в смысле, когда мы делаем для технических каких-то работ скриншоты, второй про рекламу. Значит, скриншоты нужны там, где мы показываем какой-то софт, трейдерский, сложный там, интеграционный, любой интерфейс, там, все что угодно. Вот я сейчас возьму и сфотографирую просто вот это, вот то, что у меня сейчас было выведено на экране. Даже давайте я все сфотографирую. Вот, все сфоткал, вот прям весь экран. Блин, даже, ладно, хорошо, вот так оставим. Вот я его вставлю сюда. Если бы я писал статью по мотивам нашей лекции, логично было бы с моей стороны вот прям вот так вот взять, как по-честному было этот рассказ, так и вставить. Давайте посмотрим на это изображение с точки зрения изображения. Вот прям вот картинки. Что здесь несет смысл? Какая часть? Ну, вот это, да? А если здесь что-то ненужное, некий мусор? Ну, вот, да, вот это нужное, да? А все остальное, инверсия, инверсия, вот это все остальное, но ненужное. И когда мы смотрим на этот скриншот, ну, как-то были, когда мы смотрели на него в реальности, мы на это не обращали внимания, потому что, ну, мы помнили, откуда там взялся Москвич, мы помнили Chrome, ну, и как бы он нас сильно не отвлекал. В принципе, когда вы работаете за компом, у вас есть фокус внимания и мусор. На десктоп свой посмотрите, там будет, типа, килограмм, ну, кто специально не чистит, килограмм файлов, которые уходят, типа, еще в ваш первый брак, там еще с тех пор, там, следствие о браке, первое, все еще там лежит на рабочем столе. И вас это не парит, потому что, ну, типа, все свое родное. А когда мы готовим скриншот для других людей, нам нужно обратить внимание, есть ли там мусор. Ну, а где мусор будет? Есть ли вкладка Порнхаба у вас здесь где-то открытая или закрытая, ну, или там, что вы любите, не знаю, партия Единая Россия. То есть, делая скриншот Chrome'а или любого браузера, проверьте вкладки. Я не знаю, видно? Давайте покажу. Вот тут какие-то экстеншены, типа VPN'ы там, какое-то, не знаю, ICP, CAP, Hrenep. Тут что-то. Вот тут фотография какая-то может вывестись, ваша или не ваша. Что еще бывает? Если вы не обновили Chrome, тут вылезает, типа, ты лох, да, вот красненьким написанное. Что еще бывает? Ну, на самом деле, главное палево это вкладочки. Иногда в них можно заложить какой-нибудь прикольчик, то есть, что-нибудь специальное секретное сообщение, время-дата, да, я... Точно, 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 точно. Я вчера в ночь писал видеоразборы для своих студентов и обещал им, что, о, я вам сделаю видеоразборы вот в течение дня. А вспомнил об этом, конечно же, уже типа за полночь. И я вижу время, типа, ноль, там уже, ноль двадцать. Я такой, блин, пошел, поменял время, короче, в системе, чтобы было, выглядело так, как будто я записываю разбор типа в 15.45, я нормально записываю, все хорошо. Потому что вот эти детали просто... Короче, делайте скрин, проверьте на предмет палево в каком-либо виде. Палево может быть, что вам то, что что-то, что вы бы не хотели показывать, а может быть просто грязь. Да, вот это вот. То есть просто что-то, что вы бы не хотели транслировать людям. Просто ненужное. Ну и, соответственно, отсюда логично было бы сделать скриншот, ну, как минимум, только вот этой части. то есть, ну, чистенько уже, чище. Можно было бы убрать там заголовок вот этот. Циферки тоже не особо там на самом деле нужны. Ну, там, разве что для кого-то... Ну, в итоге мы придем вот к этому, да? И дальше будет вопрос, а нужно ли нам черный фон, белый текст? Я кажется, что нет, не нужно. Ну, и там, так мы на этом... Потом они поженились. вот типа такого. тенюхи не всегда нужны. к тенюхам, как правило, ни у кого вопросов нет. То есть, на самом деле, этот скриншот мог бы выглядеть вот так. Ну, например, да? Когда мы... Там, что у меня, слинкс, например, открыт здесь? А, нет. Ну, ладно, любой там... Вот, трево, открою свое. Например, мы делаем инструкцию, как пользоваться вот этим софтом. Я вот, я хочу вам сказать, например, что, чтобы начать работать, вам нужно выбрать свой проект. Вот, я снял этот скриншот. Соответственно, я взял, например, почистил все палево. Там, убрал. Видите, наверху убираю. А может, я вообще эти вкладки типа от крымсая. Вот так. Ну, вполне, да. Теперь вот тут слева куча всяких текстов. Я могу их размыть, я могу их сделать невидными, я могу их закрыть черными квадратиками, я могу серыми квадратиками. То есть, если мне не нужно вам рассказывать ровно вот это вот все, чтобы вы полили, какие у меня есть там рабочие пространства, я это от вас скрою. Я оставлю то, что мне нужно. И это... У меня, кстати, есть для этого специальный прием. Я беру, заливаю все вот таким туманом и выделяю то, что мне нужно. Вот так, например. То есть, подсвечивается то, что мне нужно. Это просто полупрозрачный слой в фотошопе. Можно вот так, но так чище. Если светлый скрин, ну, так красивенько. Все, оно зажглось. Часто люди, например, делают вот так, они берут и рисуют ну, типа красное, да, такое. Ну, это как бы не очень, да. И есть следующий момент. Например, если я делаю рекламу task manager, task tracker, я хочу сказать, что с моим task tracker, я хочу, чтобы вы подумали, что с моим task tracker вы станете богатым и знаменитым. Богатым, например. А если я Павел Дуров, то еще и знаменитым, если я Telegram вам рекламирую. И у меня там слева будет список контактов. Кто у меня будет в списке контактов на моем скриншоте? Или как там кто? Анна из как из нет, группа такая Vintage. И там кто-то еще, и кто-то еще, и кто-то еще. То есть, я в скриншоте скажу, список контактов добавился. Типа, теперь ваши контакты всегда с вами. Но эти контакты будут классные, известные люди. Ну, типа, как будто бы это мои люди. Если я вывожу, например, банковское приложение, я хочу показать, что все ваши счета на одном экране. Сколько будет денег на счетах? Ну, типа, много, но не слишком. Ну, там, 280 тысяч, например. Типа, не миллион, не 25 миллионов, а там, 200-300 косарей. Типа, как бы и много, но достижимые. Сразу, какое впечатление это создает у людей, на людей? Вот, понимаете, тут хитрость в чем? Важно, чтобы люди не начали об этом думать, потому что, если я напишу, с нашим приложением у вас на счете будет 280 косарей, ну, тысяч, вы скажете, откуда, где, откуда они возьмутся, как это работает, типа, не верю, да, но если я вам изображу 280 тысяч на счете, а текстом напишу все счета, ну, как пишут в рекламных, в рекламах приложений, в одном месте, где бы вы ни были, мне вот очень нравится, типа, вот эта вот формулировка, ну, имеется в виду, все счета на одном экране, я напишу все счета на одном экране, а на картинке покажу, что у вас там 300 тысяч лежит, и вот это вот, это невербальное воздействие, можно назвать это нейромаркетингом, можно назвать это манипуляцией, это невербальное воздействие. Я вам это не сказал, но вы это почувствовали. Почему вы это почувствовали? Потому что я вам это показал, потому что мы верим своим глазам. Поэтому про скриншоты два правила. Первое, убираем палево, и второе, все, что оставляем, должно там быть зачем-то, осмыслено и как-то. И абсолютно точно проклято нельзя писать тест. тест-1, тест-2, тестовая запись. Я это понял много лет назад, когда я работал в компании Мегаплан. Это был таск-менеджер, ну, один из первых. И мне нужно было для рекламы Мегаплана, для презентации, снимать скриншоты. И я понял, что у меня скриншоты пустые. Типа, у вас нет задач, у вас нет денег, у вас нет времени. Такая, блин, фигня. Я пошел, еще не было технологий никаких. Я пошел, зарегал 25 аккаунтов в Мегаплане, сделал 25 браузеров разных в секретных окнах и несколько дней вел сам с собой диалог, как шизофреник. В одном аккаунте, типа, поставил задачу, принял, ответил, приложил какой-то документ, там, споры, скриншоты. То есть, у меня там прям 20 каких-то задач, трекер. Я вот сидел, сочинял контент для этих скриншотов. И получился идеальный демо диджитал-агентства, где там и секс был, и откаты, и распилы. И это все откразилось в скриншотах, и было офигенно. Но это была работа. Ну, можно было еще в фотошопе это все сделать, но вот я тогда не догадался. Так, это я вам говорю про скриншоты. Инфографика. Тут я не полезу глубоко, потому что это прям, ну, мир. Но я вам просто покажу плохую инфографику. Да, вот. Сейчас, какой-нибудь вот прям вот. Вот. По какому-то нелепому стечению обстоятельств вот это называется инфографикой. Как бы, что делают люди? Они берут какую-то информацию, пишут ее текстом, и рисуют вокруг какую-то графику в лице. Человечков, плашек, цветных фонов, плашек, тенюшек, человечков. Или, ну, вот там, что-то. То, что можно было сверху вниз сразу в три-четыре-пять, здесь превращается в прямую кишку. Нет, это не прямая. Это пока что, типа, двенадцатиперстная кишка, в которой происходит там некое переваривание смыслов. Это тоже не инфографика. Это просто векторная иллюстрация на тему чего-то, наверное, офисной работы. Короче, вот есть такое слово инфографика. И вот то, что вы сейчас увидели, это не оно. Инфографику можно представить, как бы увидеть, если мы напишем, например, data visualization. Но и там тоже, как бы, есть много вопросов. Ну, типа, вот это больше похоже на это просто, как бы, калаш из множества разных вариантов визуализации данных. Хорошая инфографика, это когда у вас есть миллион цифр, которые упаковали в какую-то там, во что-то. Например, в график, схему, в какую-то там круговую диаграмму, такое что-то, да. В карту, опять же. То есть, если у вас там нет миллиона единиц данных, цифр, чисел, там, слов, чего-то, это не инфографика. Там должно быть дофигища данных. Тогда да. Если это просто три слова, три мысли, разложенные в виде какого-то там, не знаю, вот такого пути, это фигня, это просто вы тратите просто так время. Схемы. Очень просто расскажу и покажу вам, где узнать об этом подробнее. Когда, вот я вам сказал, что фотография, это когда есть что-то физическое. Ясная поляна, цветочки, солнышко, хорошо, приятно. А если это интеграция платежных шлюзов на базе асинхронного API? Ничего, ну типа, сфоткать можно там только... Ну типа, это вот так, да. Причем, это картинка и к интеграции платежного шлюза для API, и к автоматическому асинхронному резервированию критически важной IT-инфраструктуры, типа, одно и то же железо вот такое. То есть там фоткать нечего. Тогда на помощь приходят схемы. А схемы это какие-то точки. Раз, два, три. И между ними какие-то... Давайте я вот так вот для интереса сделаю. Три. И между ними какие-то связи. Например, между этими точками может быть такая связь. Это отсюда, это отсюда. Это какая-то схема. Тут мы напишем, например, родился, поступил в институт, написал войну и мир. Написал войну и мир, написал воскресенье. И мы так, а какой-то жизненный путь. Или можно нарисовать это же самое, например, вот так. И вот так, например, завершил. Что это? Некий цикл, да. И здесь, например, придумал идею, раскритиковал идею, напился. Кайф-схема в том, что их форма что-то уже сама по себе говорит. То есть мне не нужно было даже ничего здесь подписывать, чтобы вы мне сказали, что это цикл. Ну там два пути, выбор. А это равноценный выбор или неравноценный? Ну типа один вот прямо понятно, а второй там какой-то идет вверх. Ну а для сравнения можно было сделать, типа, там, так и так. Тут какая-то исходная точка, тут такая, тут всякая, то все. Ну так. И равноценные выборы. А можно было сказать, что есть там один основной путь, а есть какой-то выбор неосновной, неосновной, второстепенной. Короче, схема берется. Берете точки, которые что-то означают. И рисуете между этими точками связи. И дальше у схемы есть три простых правила. Первое. Наглядность. Наглядность – это ты смотришь на схему издалека, и ты понимаешь примерно, о чем она. Вот примерно, в общих чертах. И у меня есть... А что интересно, ясно-понятно у меня тут есть? Ясно? Нет. Окей. Купите книгу «Ясно-понятно» и откройте эту книгу на разделе про схемы. И там есть целый разворот про типичные формы схем. Там есть круги, линии, ветки, пирамиды, звезды, сетки. Примерно все понятно. Там ничего суперсложного. Купите в электронном виде, если не хотите пылесбортиков. В электронке все то же самое. И эти... Вот ты смотришь издалека на схему, на ней понятно, что имелось в виду. Это путь, и тут какое-то ответвление. Иногда люди делают следующую ошибку. Они начинают рисовать схему, которая изначально, например, выглядит вот так. Ну и там тут одно, второе, третье. Какие-то этапы процесса. Но потом они вспоминают, что здесь вообще-то есть еще вариант другого процесса. А тут вообще-то надо согласовать. А тут как бы может произойти, что вот так и вот так. Но если что, то можно вот так. А тут можно заново начать. Чувствуете, как бы это в реальности так? Это называется оргструктура или... А, бизнес-процесс. Это визуализация бизнес-процесса. Так вот, визуализация бизнес-процесса это не визуализация, это рабочий инструмент для того, чтобы как-то посмотреть на него вот так. В обычных гражданских документах так делать нельзя, потому что нарушается первый принцип. Ненаглядно. Ну, с другой стороны, если вы хотели сказать, что до прихода... До внедрения, например, мегаплана в компании был хаос. Тогда да. То есть издалека эта схема выглядит как месиво. И, следовательно, она иллюстрирует наглядно понятие месиво. То есть первый принцип... Давайте я прям напишу под схемы. Первый принцип – наглядность. То есть вот слепым взором своим близоруким смотрите на нее, должно быть понятно, что это в принципе. И если она непонятна, что в принципе, значит там лишние элементы. Их нужно выбросить и оставить главные принципиальные элементы. Схема – это то, что вы придумываете, чтобы упростить сложную реальность, а не наоборот. Вы не сложную реальность описываете схемой, а вы упрощаете реальность с помощью того, что изображено в схеме. То есть первое – это наглядность. Второе – это если получается, то контраст. Это если я сказал, что до внедрения мегаплана в компанию был хаос, то что просится? Ну и здесь, соответственно, какая должна быть схема? Ну да, какая-то суперпрямая. Может быть там какие-то ответвления в ней все еще могут быть. Ну там, например, мы хотим показать, что просто стало понятно, как кто и как принимает решение. Так, и тут какие-то тоже свои этапы. Очевидно, что стало более упорядочено? За счет чего? Она издалека наглядная, и та, и другая наглядные, обе издалека. Видно же, да, что первая непонятно какая, а вторая понятно какая. А можно же было вот так нарисовать? Смотрите, стало. Ну, например, вот так. Наглядно? Нет. Контрастно? Нет. То есть изменения фактически есть, но они в каких-то деталях, из-за которых пропадает ощущение, собственно, контрастности. Фигово, да? Третий – это цвет. Какого цвета небо? Понятно, синего там, или черного, или голубого. Если у нас схема происходит в небе, должна ли она быть синей? Не, не обязана. Если, смотрите, представим себе, что мы рассказываем про поставку цветов, и мы поставляем красные тюльпаны. И я беру и крашу вот эту стрелку в красный цвет по цвету тюльпанов. Что мы узнаем из этой схемы?